Хищение, злоупотребление властью, подлог документов. В Минске начался суд над гендиректором Молодечнинского завода металлоконструкций. Рядом с ним на скамье подсудимых его заместитель по экономике и финансам. Темное прошлое обвиняемых датируется 2015 и 2016 годами, когда они работали в фирме «Строймаш» директором и бухгалтером соответственно. Считается, что эти люди совершали преступление в сговоре. Согласно обвинению, Олег Месник и Наталья Тивончик составляли фиктивные документы по отчетности предприятия. Махинации с различными показателями компании было очень много. Реальные данные и убытки, если таковые были, скрывались. Но затем подсудимые необоснованно получали премии, первоначально предъявленная оперативниками БЭП сумму ущерба в пределах 90 тысяч рублей. Фигуранты обвиняются по четырем статьям Уголовного кодекса. Это совершение преступления группой лиц, служебный подлог, хищение, злоупотребление служебными полномочиями. Максимальное наказание, которое грозит им, это 12 лет лишения свободы.